Мои золотые, я рад вас всех приветствовать! Ну что ж, мы начинаем серию новых разборов на номерной турнир, который будет состоиться, точнее, уже на этой неделе, да? Напоминаю, перед началом разбора, как всегда, если вы хотите собрать бонус 17 тысяч, то ссылочка вас ждет в описании, закрепи ТБК Фонбет. Соответственно, переходите по ссылке, регистрируйтесь, закидывайте на счет 1 тысячу рублей, и в течение нескольких секунд бонус капает вам на счет. Если он вам нужен, let's go, забирайте! Буквально пару слов хотелось бы сказать по прошедшему турниру UFC Fight Night, где в главном бою встретился Роберт Уитакер против Икрама Алискерова. В принципе, не скажу, что я рад победе Уитакера, да, потому что, как я уже и говорил, я буду за Алискерова болеть. Но многие, кстати, люди писали в комментариях о том, что, блядь, почему ты, ёпта, болеешь за того-то, а потом ты выбираешь другого бойца. Ребят, вот до этих людей хочу сейчас достучаться. Одно дело, когда ты болеешь, просто болеешь, а другое дело, когда ты ставишь свои заработанные деньги. Это абсолютно разные, скажем так, моменты, да, поэтому Алискеров, конечно, красавчик, вопросов нет, но он просто не потянул уровень. Уровень Уитакера – это то, о чем я говорил. То есть Уитакер – это очень серьезная позиция, плюс его форма была действительно идеальная. Ему потребовалось там буквально несколько минут для того, чтобы поставить жирнющую точку в этом вопросе, в этом поединке и, возможно, стать следующим претендентом на чемпионский пояс. Молодец, вопросов нет, но, повторюсь еще раз, да, здесь одно дело, когда ты за кого-то болеешь, переживаешь душой, да, другое дело, когда ты на кого-то ставишь. Эти вещи, они вместе не могут быть, скажем так, сопоставимы, да, не могут. Потому что, как показывает практика, как показывает мой бэкграунд, этим лучше не заниматься, иначе в кармане будет вот такая дуля. В общем, так, погнали, в следующей выпуске мы будем разбирать главный бой вечера номерного турнира Иржи Прохаско против Алекса Перейры. Это второй их поединок, первый бой закончился досрочно, Алекс Перейры ныкхаутировал Иржи Прохаско. В общем, как всегда, по классике мы сегодня будем говорить о бойцах, разберем их бойцовские карьеры, ну и, конечно же, будем пробовать найти какие-то варианты для ставка. Так, погнали, начнем мы с Прохаски. Это боец, который, база которого является, конечно же, это тайский бокс и кикбоксинг. Также занимался карате, выступал во многих промоушенах, в том числе засветился у нас в России на ProFC, где показывал неплохие результаты. После этого был подписан в японский промоушен Rising, где также довольно-таки хорошо выступал, встречался против нашего с вами соотечественника Немкова, да, которого смог победить досрочно. Там же проходил Мальдонадо, когда Мальдонадо был на пике, скажем так, проигрывал Лавалю, но через несколько боев, там, по-моему, 5-6 боев спустя вышел на чемпионский пояс против Лаваля и финишировал его, одержав победу и став полноправным чемпионом организации Rising. После этого в 2020 году его подписывают в организацию UFC, где он в дебюте встречается против Волкана Оздемира, оформляет нокаут, дальше финиширует рейса, причем делает это очень, ну, скажем так, в своей, да, зрелищной манере. После этого выходит на чемпионский поединок против Гловера Тейшеры, это был просто безумнейший бой, где вроде бы Тейшера вел его, но в какой-то момент Прохаско перехватил инициативу. В общем, ну, реально, поединок получился мега крутой, мега зрелищный, если вы его не видели, ребятки, обязательно его посмотрите. В общем, Прохаско одержал победу и стал чемпионом. После этого он встретился против Перейры, да, проиграл ему досрочно нокаутом и после этого смог все-таки реабилитироваться в поединке против Ракича, оформив нокаут. Ну, что могу сказать, поддавливал Ракича, да, понапропускал, как всегда, кучу лоу-киков, поддавливал его, выбрасывал сам огромное количество ударов и все-таки смог довести до верного свой геймплан и одержать победу. Таким образом, он опять в статусе претендента на чемпионский пояс. В общем, что касается бойцовских качеств, я бы здесь подчеркнул, что это разносторонний сбалансированный боец, что это такой, знаете, скажем так, оригинальная у него ударная техника, да, потому что непонятно из-под каких углов будут лететь у него удары, потому что у него руки находятся то на яйцах, то на пупке, то возле головы, да, и отсюда как раз, когда он, ну, скажем так, фехтует, да, своими руками, непонятно откуда ждать. То есть максимально такой нестандартный боец ударной техники. Плюс, опять же, наносит удары, как я уже сказал, из-под разных углов, что в свою очередь максимально некомфортно именно техническим, ну, техничным бойцам, например, Ракичу. Да, вроде Ракич попадал, кстати, что касается пробитости, пробитости Прохаски. Многие уже списали его в поединке, да, против Пирейра, сказали о том, что да, это пробитос, все, его там наканутировали. Ракич очень жестко попадал, то есть Прохаска съедал такие колотушки, что я когда смотрел этот бой, я был в шоке. Я думаю, ни хрена себе, чувак, да нет, его пробитосом точно не назовешь. Поэтому, если кто-то думает, что Прохаска уже пробитый боец, ребята, задумайтесь насчет этого, посмотрите его бой с Ракичем, вы увидите. Очень много хавал Прохаска, но в конечном итоге, да, он просто переломил за счет характера, за счет духа, за счет, наверное, стремления, вот, большего стремления одержать победу в этом поединке. Поэтому ударная техника у Прохаски действительно находится на хорошем уровне. По минусам, ну, это, конечно, то, что он пропускает очень много лоу-киков, не защищает ноги и, наоборот, провоцирует своих оппонентов на то, чтобы они еще лоу-кики ему пробивали. Типа, давай, камон, let's go, погнали. В общем, что касается его борьбы, то у него хорошая защита от тейкдаунов, он сам может перевести, сам неплохо контролирует своих оппонентов, то есть, ну, в борьбе у него, конечно, порядок. Что касается функционала, да, такое ощущение, вот, у меня складывается, что когда Ракич, ой, Ракич, прошу прощения, да, Прохаска выходит на первый раунд, там, буквально 2-3 минуты первого раунда и такой, блин, неужели что-то как-то он медленно, замедленно задвигался, да, но, наверное, это часть геймплана, то есть, ну, в плане функционала, вот, те поединки, которые я смотрел с участием Прохаски, у него серьезных проблем по бензобаку никогда не было. Так, переходим к его оппоненту, это Алекс Перейро, бывший чемпион организации Глории, я напомню, что Глория это чемпион, это промоушен, самый, ну, скажем так, мирового уровня, топовый, да, промоушен по кикбоксингу, там же Перейро встречался против Адесани, которого выигрывал. В общем, вследствие того, что, ну, Глории, типа, да, хороший промоушен, там платят маловато денег, естественно, Перейре необходимо было как-то перестраиваться, и он перестроился, перешел в ММА, выступил на Джангл Файт у себя на родине, к сожалению, для него он дебютный поединок проиграл после, вышел все-таки на победную тропу, дальше его подписали, точнее, не подписали, дали ему возможность проявить себя на турнирах LFA, где он досрочно одержал победу над своим оппонентом, и после этого в 21-м году его с распростертыми объятиями повстречал сильнейшая, повстречал сильнейшая лига мира UFC, в дебюте, причем дебютировал на номерном турнире UFC, встретился против Михаэлидиса, там он нокаутировал без вопросов, дальше буквально там за минуту, за полторы разделся с бывшим чемпионом в средней весовой категории Шоном Стрикландом, после этого встретился против Адесани, нокаутировал того, да, одержав досрочную победу, после этого, к сожалению, для него оперера проиграл, да, и после вот этого проигрыша он перешел уже из среднего веса, 84 килограмма, в полутяжелый, да, это 94, встретился против Яна Блаховича, ну, сказать, что это было унылое говно, наверное, это все-таки будет сказано очень нежно, но плюс-минус, вот примерно так я могу описать этот поединок. В общем, Блахович не работал практически в стойке, постоянно боролся, было много борьбы, бой получился супер близкий, лично мне показало, что Блахович вроде как чуть-чуть побольше сделал, но для Медики, наверное, Перейра был интересен, в общем, Перейру продвинули вперед. Вот, продвинули, ну, в общем, раздельным решением он одержал победу, а там продвинули или нет, уже решать вам. После этого он встречает как раз-таки за чемпионский пояс против Прохаски, нокаутировал его, дальше встретился против Джамала Хилла, и вот это вот, сука, гениальная точность его исполнения, и гениальная, не то что гениальная точность, а максимальная собранность, от которой, мне кажется, охерел просто весь мир, просто весь. Когда ему Джамал Хилл ударил в пах, ну, там, совсем слегка он ему задел, Перейра даже, сука, не дернулся. Вот он как стоял на руках, херп динь такой, все нормально, он ему вот так рукой, даже не посмотрел на него, просто, стой там, где стоишь, сейчас будет нокау, бам-бам-бам, все, давай, как говорится, пакуйте, пацана. Ну, красавчик, реально, красавчик Перейра, ну, монстр, ну, просто, блин, монстр, реально. В общем, что касается бойцовских качеств Перейры, универсальный боец может, в принципе, и в борьбе что-то продемонстрировать, да, но, опять же, до борьбы зачастую старается не доходить, и поскольку это базовый кикбоктер мирового, черт возьми, уровня, топа уровня, да, действительно, он разбирается со своими оппонентами в стойке. Но культирующая мощь присутствует, комбинационная серийная работа присутствует, жесточайшие лоу-кики, эти кавкики, да, которые убивают просто ноги, что, кстати, и стало, возможно, решающим моментом в поединке с Прохаской, потому что, ну, Прохаска обычно боец, который может идти вперед чуть-чуть голову, я имею в виду подбородок прислонить до грудной клетки и просто махать руками. Но здесь нога передняя была очень жестко отбита, и, возможно, кстати, именно это и послужило следствием того, что Прохаска, скажем так, не смог реализовать свой геймплан, потому что в том поединке, да, я не скрываю, я топил за этого чувака. А вот, что касается кардио, то, ну, Перейро, в принципе, да, он знает, как его грамотно распределять по всему отрезку, временному отрезку поединка, поэтому там проблем нет. Что касается борьбы, ну, его можно переводить. Прохаска в первом раунде перевел Перейро, контролировал где-то минуты, наверное, полторы точно. То есть, ну, в любом случае, вот эта проблемка с борьбой, она имеет место быть, потому что вроде Перейро неплохо защищается, но не всегда он чувствует момент, когда... Какое движение необходимо сделать, когда оппонент прижал тебя к сетке или, там, например, схватил за ногу. То есть, вот, пожалуйста, Прохаска получается под переднюю или под заднюю. Короче, он одну ногу прихватил и как свечку его просто воткнул вниз. То есть, ну, это о чем говорит? О том, что Перейро вот в таких моментах он не до конца понимает, что делать. Возможно, он прокачает этот вот негативный момент для него. В общем, переходим к прогнозу на этот поединок. Давайте взглянем для начала на коэффициенты. У нас фаворитом, естественно, идет Алекс Перейро, потому что сейчас в него все верят. Вот он чувак, вот он третья защита чемпионского пояса, реванш в первом поединке Перейро был лучше. Он окраутировал своего оппонента досрочно. Все, красавчик. Соответственно, Прохаска у нас идет андердогом в среднем за 2,4, за 2,5. Ну, плюс-минус такие коэффициенты. Как всегда, давайте поговорим по ключевым аспектам в области ММА. Это ударная техника борьбы о кардиоопозиции. В оппозиции я бы здесь поставил знак равенства. У обоих она хорошая, достойная. Здесь даже нет смысла акцентироваться, да, и останавливаться на этом моменте. Что касается борьбы, я так же считаю, как и в первом поединке, точнее, в первом разборе, о котором я говорил, да, что Прохаска является фаворитом в этом аспекте. У него есть борьба, он умеет бороться, он умеет контролировать, и полторы минуты он Перейро как-то проконтролировал, да. Конечно, у Перейро есть хорошая защита от тейкдаунов, плюс он, в принципе, неплохо встал из-под Прохаски, но опять же, опять же, ребята, мы берем один аспект у Перейро хорошей защиты, мы берем у Прохаски хорошая борьба и хорошие тейкдауны. Сопоставляем и получаем, ну, лично в моем понимании, 55 на 45 в пользу Прохаски этот аспект уходит. Что касается функционала, ну, опять же, я бы здесь, наверное, отметил такой момент, да, как 50 на 50. Больше у меня здесь в голове никаких моментов не укладывается. Объясню, почему. Ну, потому что, ну, оба неплохо дышат. Опять же, все будет зависеть от геймплана, кто какой геймплан подберет. Если Прохаска выберет геймплан, допустим, бороться, а ему нужно будет выбирать этот геймплан, потому что в стойке с Перейрой нельзя работать. Это то же самое, ребята, как вот многие говорят, там, вот кулачка, там, это, она сильно отличается от бокса. Она отличается от бокса тем, что в боксе тебя бьют перчатками. И тебе, ну, скажем так, не так больно, да, нежели когда тебя будут дубасить голым кулаком. В любом случае. То есть перчатка попадает, понятное дело, у нее площадь у перчатки больше, нежели чем у кулака. Здесь вопросов никаких нет, но в любом случае кулак, все эти костяшки выпирающие, да, все это как бы наносит серьезный такой жесткий ущерб, скажем так, да, спортсменам. Вот, и многие кулачники, когда выходят против, ну, скажем так, серьезных ребят по боксу, там, мастеров спорта, международного класса, там, мастеров, да, обладателей Кубка Мира, всегда тренерский штаб подсказывает вот этому, допустим, там, ММАшник против вот этого боксера с великолепным любительским бэкграундом. Не боксируй с ним, не боксируй, ты его не перебоксируешь. Потому что чувак, который, вот, кстати, один из крайних боев на Топ-Доге, который прошел, ох, блин, надо было выписать мне имена этих спортсменов. Блин, забыл, реально, чуваки, забыл, как их зовут. В общем, там был пацан, который являлся членом сборной России по боксу, это было со-главное, можете, кстати, загуглить, это был крайний турнир Топ-Дога, это было со-главное событие, мы, кстати, там делали ставку на этого парня. То ли шаман у него прозвище, то ли как-то, ну, в общем, откук, вот, какое-то такое. Вот, и мастер спорта, он, по-моему, даже международного, что ли, класса. То есть, ну, он поначалу работал неплохо, потом, когда его начали перерабатывать, вот именно этот грязный бокс, да, когда на тебя прут, постоянно тебе выкидывают удары, но здесь уже крайне тяжело отработать, потому что здесь решает не техника, здесь решает дух, стойкость, жесткость. Вот у Прохаски все это есть, то есть ему нельзя рубиться, точнее не рубиться, ему, наоборот, надо рубиться с Перейрой, но нельзя с ним боксировать и пытаться его переработать. Ему нужно постоянно идти в борьбу, постоянно, постоянно создавать клинч, да, постоянно создавать какие-то неудобные моменты для Перейры, то есть, ну, по факту, вот, неудобный, такой вот нестандартный вид ударной техники, который есть у Прохаски против максимально топового техничного спортсмена. Я имею в виду против Перейры, да. Вот и кто здесь будет лучше, я хрен его знает. Вот я еще раз говорю, у кого будет, смотря, у кого, какой будет геймплан в этом поединке. Поэтому в ударной технике я также поставлю здесь 50 на 50, но у Перейры есть ключи, он грамотно работает, то есть, эти кафкики, лоу-кикики, он может отбить ногу Прохаски, и тогда Прохаска опять ни хрена не сможет сделать, будет, скажем так, уже не так порхать, как бабочка, и жарить, как пчела в октагоне, да, потому что ножки будут отработаны, и что там будет дальше, хрен его знает. В общем, я просто к чему говорю, мое мнение в этом поединке, что я бы здесь, наверное, рассматривал вариант тотал меньше по раундам, меньше трех с половиной раундов за коэффициент 1,5, то есть, четвертый раунд не начнется. Я думаю, что поскольку оба спортсмена сейчас должны быть максимально, предельно замотивированы тем, что Перейре необходимо повторить свой былой успех, потому что на кону стоят акции его как чемпиона, да, он должен продемонстрировать, что это было не случайно с Прохаской, а Прохаска, в свою очередь, должен доказать, черт возьми, что это была случайность, и сейчас он просто переедет, не почувствует Перейру, поэтому здесь ставлю шансы 50 на 50, опять же, коэффициенты здесь расставлены только потому, что Перейра сейчас чемпион, да, если мы вспомним их первый бой, то они шли по равным коэффициентам, сейчас Прохаска идет за 2,4. Интересен ли он, да почему нет? Опять же, интересно будет посмотреть, в лайве, я думаю, вряд ли там что-то будет ясно, потому что это главный бой, это на кону будут стоять серьезные, скажем так, ставки в плане медийности, в плане карьеры, в плане дальнейших развитий бойцов, поэтому здесь может быть все что угодно. Пусть я совершу ошибку, но это будет моя ошибка, но я притоплю за Прохаску, и я считаю, что если он будет готов хорошо к этому поединку, у него есть все шансы на то, чтобы, скажем так, не оправдать статус андердога, в лице, ну, я имею в виду букмекерских контор, вот, и занести копеечку. В общем, под такой коэффициент Прохаска на риск, на риск, Прохаска досрочно, я думаю, там коэффициент еще будет выше, может быть, около трешки. Кто из вас будет болеть за Пирео, ребята, я вас поддержу, я скажу, вы красавчики, молодцы, наверное, это заслужено, но я считаю, что Прохаску рановато списывать, он не пробитый, ему просто необходимо доработать свой геймплан, я надеюсь, что он его доработает, и в этом поединке покажет отличный поединок, и посмотрим, что там будет, в общем, я просто хочу покайфовать, посмотреть этот бой, да, и уже после него сказать, кто из бойцов красавчик, действительно. В общем, да, друзья, вот такое вот мое мнение касаемо этого поединка, ваше же обязательно оставите в комментариях, не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, я же вынужден с вами попрощаться, всем пока и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok